Камерный театр из Азова сможет выйти на всероссийский уровень, а все благодаря тому, что выиграл грант президентского фонда культурных инициатив почти на 3 миллиона рублей. Благодаря фонду мы приобрели звуковое оборудование, оборудовали полностью помещение, купили классный линолеум, черный сценический свет, микрофоны. Мы делаем прямые трансляции, которые можно смотреть не только у нас на сайте. С сентября их можно будет смотреть на портале Культура РФ и Союз театральных деятелей России пригласил нас поучаствовать в проекте «Театровидение». В первом грантовом конкурсе этого года от Ростовской области поучаствовала 181 организация, 93 муниципальных учреждения, 51 НКО, 37 некоммерческих предприятий и ИП. Победителями стали 20 организаций. Общая сумма финансирования их проектов – больше 13 миллионов рублей. Еще свыше 28 миллионов выиграли 17 организаций во втором конкурсе. Тут, по числу поддержанных фондом проектов, наш регион занял первое место в Южном федеральном округе. На встрече в публичной библиотеке победители поделились опытом с теми, кто не смог выиграть грант и кто только собирается подавать заявку. Мы будем обсуждать, какие же у нас есть недостатки в формировании заявок, почему не все 115, только 17 являются победителями, как работают эксперты, на что они обращают основное внимание, что являются такими основными топовыми разделами в наших заявках, а на что нужно, наоборот, обратить внимание. Наш регион – активный участник конкурсов на грантовую поддержку культуры. На три конкурса, начиная с 2021 года, от Ростовской области направлено полтысячи проектов. Поддержку получили больше 70 из них на 105 миллионов рублей. В Ростовской области очень много творческих людей, людей, у которых масса инициатив в сфере культуры, желание самореализоваться, возможности для того, чтобы совершенствовать свои умения, навыки, свои способности. У всех инициативных людей с креативными идеями, авторов, проектов и творческих команд есть шанс выиграть грант в четвертом специальном конкурсе. Заявки принимаются в электронном виде до 12 сентября. Сформировать их можно на сайте президентского фонда культурных инициатив.